Друзья, всем большой привет! В одном из предыдущих видеороликов я смешивал перекись водорода и лимонную кислоту. И результат был очень интересный. Кто хочет посмотреть, вот здесь вот будет ссылочка, переходите, смотрите. Также в одном из последних роликов я смешивал марганцовку и перекись водорода. Результат был просто ошеломляющий. Тоже кому интересно, вот здесь ссылочка, переходите, смотрите. Сегодня же мы с вами будем смешивать марганцовку и уксусную кислоту 70%. К сожалению, у меня осталось ее немного, но нам этого будет достаточно, чтобы продемонстрировать весь эффект данного тандема. Устраивайтесь поудобнее, всем приятного просмотра. Итак, в первую очередь мне понадобится обычная пластиковая крышка, ну, либо что-то похожее в виде тары. Можно использовать рюмочку. Наливаем сюда кислоты, ну, примерно вот такое количество у меня будет. Также берем марганцовки и буквально на глаз сыпем пару вот таких вот горсточек, которые помещаются на вот эту вот лопаточку. Ну, и затем все это дело хорошенечко перемешиваем. Получился вот такой вот растворчик. Честно говоря, запах у такого укса просто ядреный и бьет в нос очень сильно. Желательно делать это в проветриваемом помещении. Теперь я хочу вам рассказать, для чего вот этот раствор я приготовил. Например, у вас есть какой-то документ, в котором нужно удалить чернила от шариковой ручки, чтобы изменить дату. Например, вы ошиблись при заполнении документа и указали не ту дату. А документ у вас в единственном экземпляре. Так вот, чтобы это исправить, как раз нам пригодится вот такой вот раствор. Сейчас я вам продемонстрирую, как он работает. Я взял обычную спичку. Попробуем удалить вот эту дату, 22-й год. Макаем ее и пропитываем чернила. Если же чернила не удаляются, то есть не разъедаются этим раствором, то можно сделать консистенцию немного поядренней. То есть добавить побольше марганцовки. Либо в несколько заходов. Например, вот нанесли, дождались, пока чернила исчезнут. Если еще немного осталось, опять макаете и аккуратненько наносите, пока полностью не исчезнет надпись. Прошло пару минут и чернила практически исчезли. Еще раз нанесем на остаточки чернил. Сейчас это все маленько растворится, подсохнет. И далее я покажу, как убрать вот это вот пятно, чтобы бумага опять стала белая и можно было вписать новую дату, в данном случае, в наш документ. Вот, в принципе, и все. На мой взгляд, дата исчезла. Чернила растворились. Теперь показываю, что понадобится дальше. Берем вот такую ватную палочку и всем полюбившиеся средства перекись водорода трехпроцентная. Налью маленько сюда, в крышечку, чтобы можно было макать. Вымакиваем и аккуратненько наносим, отбеливая вот это вот пятно. Перекись водорода нейтрализует марганцовку. И уксусную кислоту. Все нанесли и ждем, пока оно высохнет. Единственное, что я не учел, это то, что с этой стороны у меня, как вы видите, такой вот рисуночек, отпечатанный на принтере. Поэтому, возможно, оно полностью и не будет белым. Сейчас попробуем высушить его феном, чтобы процесс пошел быстрее. Единственный минус, бумага стала немного вот такой вот сморщенной. Но я думаю, обычный утюг поможет ее выпрямить. Теперь вписываем сюда уже новую дату. Например, 2023 год. Вот и все. Практически ничего не заметно. Естественно, я это делал все небрежно. Но если сделать это очень аккуратно, конкретно по самим чернилам, зубочисточкой, тогда, естественно, вот этого всего пятна не будет. И дату можно будет внести без проблем. Ну и в качестве эксперимента попробуем с вами удалить вот этим составом ржавчину на вот такой вот металлической пластине. Для этого возьму ватную палочку и нанесу вот такое вот пятно. Подождем минут 5-10, протрем и посмотрим, какой результат у нас с вами получился. Прошло 5 минут. Сейчас берем ветошь. В моем случае обычное бумажное полотенце. Пробуем стереть все это дело. Ну вот, смотрите. На мой взгляд, хорошее средство. Вариант стоящий. Так что данный раствор не только стирает чернила, но и удаляет отлично ржавчину. На сегодня, друзья, у меня все. Берите на заметку, смешивайте и экспериментируйте. Если кто-то из вас знает еще какие-нибудь интересные рецепты, пишите в комментариях. Я их обязательно проверю у себя в мастерской. Всем добра, удачи, успехов. Пока-пока.